Здравствуйте, дорогие зрители! Мы собрались в Российской Государственной Детской Библиотеке. У нас сегодня дискуссия о рекомендательных ресурсах в области детской литературы. И сегодня мы беседуем с заведующей Центром Библиографии и Детской Литературы РГДБ, руководителем проектов Всероссийской детской энциклопедии «Продет Лид» и путеводителем по детской и подростковой книге «Библия» гид Натальи Костюшиной. Здравствуйте, Наталья! Добрый день! И с литературным критиком, литературоведом, главным библиографом сектора рекомендательной библиографии РГДБ Анной Голубковой. Здравствуйте, Анна! Добрый день! Меня зовут Ксения Будихина, я специалист отдела культурных программ РГДБ. И первый мой вопрос будет такой. Книжный мир велик и разнообразен. Чтобы в нем сориентироваться, существует рекомендательная библиография. Но не все знают, что это такое. Поэтому у меня к коллегам такой вопрос. Расскажите подробнее о рекомендательной библиографии, о ее целях и задачах. Ну, давайте я начну, наверное. Действительно, сейчас в последнее время издается огромное количество детских книг. И понятно, что надо в них как-то ориентироваться. Вот здесь на помощь приходит как раз рекомендательная библиография. У нас в РГДБ существует несколько ресурсов, которые помогают прежде всего, естественно, библиотекарям ориентироваться. Во вторую очередь, родителям, ну и всем, кому вообще интересна детская литература. Мы получаем огромное количество книг, как и в качестве обязательного экземпляра, так и издательство приносит нам свои новинки. И вот, собственно говоря, сотрудники отдела рекомендательной библиографии внимательно отсматривают эти книги и отбирают, например, те, которые мы уже на своих ресурсах хотим рекомендовать нашим читателям, нашим посетителям. И здесь уже сама по себе рекомендательная библиография может принимать разные формы. Это может быть ресурс, который, допустим, существует в библиотеке. Это могут быть лекции, которые мы точно так же записываем для наших посетителей. Это даже могут быть вот наша недавняя такая новинка в качестве презентации каких-то книг. Это открытки, которые мы стали делать в честь, например, разных выставок иллюстративных, которые мы проводим в РКДБ. У нас действительно очень часто проходят хорошие, интересные выставки и современных иллюстраторов, и классиков. И мы стали нашим посетителям готовить такие открыточки, где на одной стороне есть репродукция какой-то одной из их иллюстраций этих художников, а на другой стороне небольшой перечень книг, которые мы советуем таким образом обратить внимание наших читателей. Эти открытки мы раздаем нашим читателям-посетителям. Иногда, если художник присутствует, например, на открытии выставки, то можно даже подойти, получить у него автограф, что, естественно, еще таким плюсом для детей и их родителей является. И вот эту открытку они забирают с собой, и впоследствии, собственно, это вот тоже как бы одна из возможностей дать людям информацию о книгах, на которые, по нашему мнению, стоит обратить внимание. У нас на сайтах, например, мы часто рассказываем о тех новинках, которые поступают. У нас есть там и каталог, я думаю, мы впоследствии чуть подробнее об этом расскажем. То есть сектор рекомендательной библиографии, его основная задача – это показать лучшие образцы, которые сейчас появляются на книжном рынке. Для библиотек это в первую очередь еще и важно, потому что, во-первых, понятно, что информация, допустим, регионы о каких-то новых книгах, она, в общем, доходит не так быстро. Плюс ко всему основные издательства все-таки сконцентрированы в Москве, в Ленинграде. Понятно, что не всегда и не все библиотеки хорошо финансируются, имеют достаточно средств к тому, чтобы постоянно пополнять свои фонды новыми книгами. И ясно, что если, например, какое-то там длительное время, например, у библиотеки не было такой возможности, то вот этот навык поиска, отсева новинок, он, конечно, не то чтобы теряется, но понятно, что на это просто не расходуются какие-то человеческие ресурсы в библиотеке. А когда уже книги поступают, и нужно быстро, допустим, как-то сделать закупку, пополнить фонд, то здесь, в принципе, сотрудники должны понимать, к какому ресурсу обратиться. То есть из того огромного количества тоже рекомендательных ресурсов, которые существуют, они должны знать, кому можно доверять, то есть иметь те самые авторитетные ресурсы, как у себя в арсенале. Вот. Ну, это вот, наверное, такая большая, многоградная, но основная при этом функция рекомендательной библиографии – помогать ориентироваться в книгах, в особенности в новинках. Я немножко добавлю. Вот вообще у нас сейчас, не побоюсь этого слова, наблюдается расцвет в детской литературе. Появилось много новых интересных авторов и особенно много очень интересных, прекрасных иллюстраторов. Вот. Но чаще всего, конечно, детям книжки покупают бабушки, естественно, и родители, и бабушки, бабушки, да, бабушки и дедушки. Вот. Они, конечно, в первую очередь ориентируются на книги, которые им читали в детстве. Вот. Но особенно, если речь идет о бабушках и дедушках, с тех пор прошло довольно много времени, и мир изменился. У нас уже давно существует интернет, существуют новые технологии, которые, естественно, не найти. Хотя, конечно, если очень постараться, их-то можно обнаружить ни у Маршака, ни у Чуковского. Вот. Безусловно, классика наша, она прекрасна, она не стареет, но и в дополнение к классике современным детям нужны современные книжки. Вот. Ну и рекомендательная библиография важна, конечно, и для библиотек, но и как способ информировать родителей, и бабушек, и дедушек, о том, что происходит в современной детской литературе, чтобы они могли познакомиться с лучшими образцами и выбрать что-то подходящее их собственным детям. Да. Ну и к тому же сейчас же, в принципе, есть же какие-то новые течения, молчаливая книга. Ее нельзя назвать там абсолютно новой, потому что понятно, что образцы такие были и у нас в 20-е, в 30-е годы, но сейчас это действительно стало очень популярным, и здесь, конечно, задача, собственно говоря, той же самой рекомендательной библиографии, показать родителям, что этого не стоит бояться, что книга без слов – это тоже книга, как с ней можно заниматься, как с ребенком читать эту книгу. То есть действительно, как вы правильно сказали, допустим, бабушки, дедушки, которые в основном покупают, например, книги или родители, книги детям, они должны знать о вот этих современных новых каких-то тенденциях, конечно. Да, вы очень так полно описали цели, задачи библиографии. Действительно, это очень важно, потому что информации все больше и больше с каждым годом, и в том числе вот в книгоиздании, в детской литературе. Тогда рождается следующий вопрос. Где же искать вот эту всю информацию, кто именно занимается библиографией, какие есть источники и насколько они авторитетны, к кому обратиться, чтобы разобраться? Давайте я попробую ответить на этот вопрос. Ну, конечно же, как уже было сказано, в первую очередь рекомендательной библиографией занимаются библиотеки. В каждом областном центре есть детская или детско-юношеская библиотека, и каждая библиотека старается составить списки новинок, списки актуальных книг и рассказать о каких-то самых интересных книгах. Некоторые библиотеки, не только РГДБ, о проектах РГДБ подробнее мы скажем чуть позже, но некоторые библиотеки делают сайты-справочники, на которых тоже размещают информацию о современных писателях и художниках, как, например, областная Петербургская детская библиотека. У них очень интересный информативный сайт. Ну, конечно же, очень много работает библиотека имени Гайдара, Московская центральная детская библиотека. Они выпускают каталог ежегодный 100 лучших детских книг. Вот, где тоже можно найти информацию о самых интересных новинках прямо текущих этого года. Этот каталог выкладывается у них на сайте, он выходит и на бумаге, и выкладывается на сайте. Ну, кроме библиотечных ресурсов, есть и отдельные энтузиасты, книжные обозреватели, которые читают много детских книг, пишут о них в своих блогах, рассказывают. Но здесь, конечно, уже присутствует такой личный взгляд, и, конечно, он может не совсем совпасть с точкой зрения родителей. То есть если библиотеки стараются представить более-менее общую картину, и в библиотеках обычно работает не один эксперт, а несколько, и книжка проходит несколько этапов оценки, то, конечно, книжный обозреватель подходит к этому с личной точки зрения и рассказывает тоже о книгах. Еще надо назвать, конечно, замечательный ресурс сайт «Папамбук». Он, собственно, как явствует из названия. Собственно, это и название, и адрес в интернете. Он посвящен детским книгам. Там выходят рецензии и профессиональных авторов, и профессиональных критиков детской литературы. Там есть и заметки, которые пишут неравнодушные родители. То есть, в общем-то, и все новинки, тоже все самое интересное, так или иначе, попадает в поле зрения этого сайта. Но еще можно ориентироваться на детские премии, на лонг-листы, шорт-листы, естественно, на победителей этих премий, потому что премия – это тоже не какое-то личное мероприятие. Там всегда существует совет экспертов, отбирающих книги для длинного списка. И тоже представляет такую достаточно устоявшуюся коллективную точку зрения на то, что происходит в современной детской литературе. И, в принципе, на лонг-листы таких премий, как «Книгуруну», это скорее литература для подростков, как премия имени Чуковского, «Большая сказка», премия имени Эдуарда Успенского, вполне можно ориентироваться, премия Крапивина, конечно же, премия Михалкова, вполне можно ориентироваться и смотреть, что пишут победители этих премий. Не только те книжки, которые выходят в финал и становятся победителями, но и, собственно говоря, то, что делают эти авторы. Тоже можно на это ориентироваться. То есть при желании, безусловно, эта информация существует, ее довольно много, ее можно найти. Но такими базовыми ресурсами это, конечно, являются ресурсы библиотек. Еще знаю о таком источнике, который появился не так давно. Это экспертный совет по детской литературе при Российской библиотечной ассоциации. Может быть, вы могли бы рассказать подробнее о нем, когда он был создан, над чем работает? Значит, инициатором, собственно говоря, создания этого экспертного совета выступила наша библиотека, РГДБ. Это, кстати говоря, еще один момент, когда разными способами, разными силами мы пытаемся донести вот эту рекомендательную свою функцию. То есть это еще один источник, где можно получить информацию, собственно говоря, о каких-то новых книгах. То есть в этом случае этот экспертный совет, он создан на базе Российской библиотечной ассоциации. Значит, в совете порядка 15 экспертов. Это люди из очень разных областей деятельности. Это и библиотекари, конечно, и литературные критики, и вузовские преподаватели, и писатели. И здесь уже основной задачей этого совета является составление списков рекомендательных на такой регулярной основе. Создавая сам эксперт и прописывая основные формы его работы, мы решили, что имеет смысл делать эти списки квартально. То есть если в отличие, например, от Гайдаровки, который делает свой каталог раз в год, экспертный совет будет и уже делает, собственно говоря, экспертные списки раз в квартал, потому что все-таки сейчас книг много, но тиражей у книг небольшое такое количество. Средний тираж книжки — это три тысячи. И понятно, что если делать раз в год, то к концу года при желании закупить, например, какие-то книги могут уже вымыться с рынка, и, допустим, не будет возможности ее купить. Поэтому мы решили, что экспертный совет будет делать список каждый квартал. В конце года все эти четыре квартальных списка будут как бы соединяться вместе, по нему эксперты будут голосовать, и, обсуждая каждую книгу, выйдет такой топ, что ли, книг за год. Дальше мы планировали, что по этому уже топовому такому списку свое собственное голосование проведут библиотеки. И к маю месяцу, собственно говоря, к конференции РБА, мы сможем уже объявить эти итоги. Значит, эту работу экспертному совету мы запустили в этом году с мая месяца. Конечно, вот этот начальный сейчас этап такой, как проба, что ли, мы пытаемся понять, правильно ли мы прописали эту структуру, насколько она рабочая, может быть, стоит что-то там подкорректировать. Но, тем не менее, два списка уже эксперты сделали. Да, во-первых, я хочу сказать, как делают эксперты свои списки. Это не тот случай, когда мы экспертам рассылаем какой-то список, а они из него что-то выбирают. Нет. Здесь каждый эксперт в течение квартала сам работает с детскими книгами. Он много читает, много отсматривает. И к концу квартала он присылает свой собственный список. Мы решили, что это будут две категории художественной литературы и научно-познавательная. А дальше уже, собственно, председатель этого экспертного совета, он соединяет все эти списки и по пересечениям. То есть, если книга попала в список четырех и более экспертов, тогда она уже попадает, соответственно, вот в этот квартальный список. И таким образом, собственно, и формируются эти квартальные списки. Помимо того, что вот просто мы сформировали этот квартальный список, мы, конечно, всячески стараемся его как-то рекламировать, рассылать библиотекам, выкладывать на сайте, на сайте и РБА. Первый свой квартальный список, как раз он вышел к сентябрю. У нас была возможность на ММКИЯ Московской книжной ярмарки его показать. То есть мы собрали эти книги, сделали стенд. И, собственно говоря, смогли как-то презентовать уже так вживую этот результат этой работы. И я хочу сказать, что, в принципе, этот стенд был очень интересен посетителям. И на него с удовольствием к нему подходили и смотрели, просматривали книги и библиотеки, которые часто посещают, естественно, книжные ярмарки, и родители, потому что здесь можно было и пощупать книжку, и посмотреть, и почитать там какой-то отрывок из нее. Так что вот, собственно, как состоит работа экспертного совета. А какие эксперты работают над этим списком? Это библиотекари, педагоги? Это библиотекари, это педагоги, вузовские в основном, это и литературные критики, это и писатели. И мы постарались, конечно, чтобы это были представители не только Москвы и Петербурга, но и регионов. У нас есть и Чебоксары город, и Казань, и даже Южно-Сахалинск. То есть максимально географию, конечно, мы постарались охватить, чтобы это был какой-то более общий взгляд, наверное, на те книжки и новинки, которые сейчас поступают. И вот мы коснулись работы библиотек по составлению таких списков, каких-то рекомендательных ресурсов по подготовке. И хотелось бы поговорить еще вот про такие проекты. Могли бы вы рассказать про деятельность именно библиотек в сфере рекомендательной библиографии и про какие-то, может быть, конкретные самые интересные проекты, может быть, про проекты РГДБ. Ну, давайте, Аня, расскажите нам про библиогид или про детлит. Что вам больше из этого ближе? Оба. Оба проекта абсолютно прекрасны. Но проект «Библиогид» он старше. Вот. Он начал в каком еще? В 99-м, по-моему, стал сайтом уже. В 99-м и сайтом уже сразу стал. Ну, там, по-моему, буквально чуть-чуть. Да, и в 2001, по-моему, стал сайтом. То есть этот проект уже с 20-летней историей. И он изначально был создан именно как рекомендательная литература. На нем много интересной информации, которая сейчас находится в разделе «Архив». Ее можно найти по поиску и на сайте «Библиогид», и, собственно говоря, зайдя в этот раздел «Архив». О тех, о самых интересных книжках, которые выходили за это время, за эти 20 лет, о писателях и так далее. Там есть интервью с писателями. В общем, много всего интересного. Вот. Но в 99-м году работа сайта была перестроена, потому что действительно у нас наблюдается поток детской литературы. Он очень увеличился. Запрос со стороны, в первую очередь, библиотек. Потому что «Библиогид», конечно, в первую очередь предназначен для библиотекарей. Но не только, конечно же, он также и для родителей, и для педагогов, и для всех, кто работает с детьми, и с детской литературой. Вот. То есть запрос со стороны библиотек был, потому что библиотекам выделяют деньги, а сами библиотеки часто не имеют возможности задержать специального человека, который будет все это отсматривать и выбирать то, что нужно вот этой конкретной библиотеке. Потому что тоже библиотеки разные, у них тоже разные запросы. И, конечно же, какая-то минимальная информация о книгах нужна. Почему библиотеки не могут пользоваться издательскими сайтами? Потому что, во-первых, нужен человек, чтобы эти сайты мониторить постоянно. Ну а потом, конечно же, издатели все-таки хотят эту книжку продать. И, естественно, в их описаниях книг там, может быть, могут быть не совсем точными, скажем так. Да, могут быть не совсем точными. Вот. А все-таки наши аннотации, ну и вообще библиотечная работа с рекомендательной библиографией, она, конечно, более объективна. Ну и сейчас сайт Библиогид устроен таким образом. Есть два больших направления работы. Первое направление – это каталог. Он выходит первого числа каждого месяца. В каталоге каждый месяц появляется более 60 наименований. И это далеко не все. Это даже, наверное, не десятая часть того, что выходит в области детской литературы. То есть можно судить об этом, о тех объемах огромных детских книг, которые выходят вообще. Да, но здесь надо, конечно, сказать про критерии, которыми мы пользуемся при отборе книг. Понятно, что если это книга, например, какое-то переиздание, мы стараемся ее… Но мы ее не берем. Наша задача – познакомить с новинками все-таки. Или, например, если это какое-то старое издание, которое давно не издавалось, вот, наконец, появилось на рынке, да, мы, скорее всего, возьмем такую книгу в каталог. Или новые иллюстрации. Или новые иллюстрации какие-то интересные. То есть, в принципе, конечно, мы… То есть книги у нас проходят достаточно такой серьезный отсев. Плюс ко всему, понятно, что есть много серийных изданий, да, и здесь, в общем, мы тоже считаем, что наша задача… Мы не можем знакомиться со всей серией, да, наша задача – показать, что есть такая серия, книги в ней там хороши, интересны. Вот мы одно представляем, а дальше как бы вы уже сами смотрите, сами решаете. Вот, да. Значит, в нашем каталоге четыре раздела – художественная отечественная литература, художественная переводная литература, познавательная литература и литература для взрослых… Для родителей, да, для родителей, да, не для взрослых. А воспитание, например. Да, то есть в ней книжки про воспитание, может быть, какие-то интересные книжки про педагогику, про историю каких-то… Например, была у нас там интересная книжка про воспитание в викторианскую эпоху. Вот такие книжки тоже иногда к нам попадают, да. Вот, про книгоиздание тоже мы туда помещаем материалы, про книгоиздание в советскую эпоху, там тоже можно найти такие книги. Вот, ну, естественно, основные разделы три – это художественная отечественная литература, значит, как я уже сказала, да, художественная зарубежная и научно-познавательная. И в каждой не менее, по-моему, до 15-20 книг. Ну, да. На каждой книжке посвящается отдельная страничка, там можно увидеть обложку, можно увидеть проверенное специалистами РГДБ, опытнейшими библиографами, библиографическое описание и аннотацию. Аннотация краткая, она рассказывает о содержании этой книги. И кроме самой аннотации у нас еще есть такая маленькая подрубрика «Особенности книги», которая поясняет, как эту книгу можно использовать, да, как ее лучше читать, каким детям какого возраста. Или на что обратить внимание. Да, про возраст хочу еще сказать, что помимо возрастной маркировки, которая указывается на книге по закону, мы еще обязательно проставляем каждой книге читательский возраст. Собственно говоря, информируя о том, к какому читателю, к какому возрасту эта книга больше всего подходит. И еще хотела бы обратить внимание, что на сайте есть поиск по каталогу, что тоже немаловажно, потому что здесь можно по разным запросам искать не только знакомые книги, да, там, знакомого автора или по названию, а можно искать по теме. Ну, например, там, хочу книги про динозавра для, там, пяти лет. Вы забиваете в нужные строки, и вам, собственно говоря, ресурс выдает список книг, которые будут интересны вашему читателю. У нас был момент, когда мы были, к сожалению, во время локдауна, да, не могли работать, приходя в библиотеку, и тем не менее, чтобы как-то выполнять запросы наших читателей, мы сделали такой ресурс, как рекомендательный заказ, когда нам читатели направляли свой запрос, и мы подбирали им список книг. Так вот, наверное, процентов 80 или 90 даже, мне кажется, этих запросов состояли как раз не из точных названий книг, а именно из просьб типа «Подберите, пожалуйста, моему мальчику пяти лет книги про технику», или «Увлекается там астрономией», что-нибудь вот про звезды, там, «Ребенку восьми лет», или «Любим динозавров», «Мои девочки шесть лет» и так далее. И, в принципе, мы сами пользовались своим каталогом именно благодаря тому хорошему поиску, который в нем настроен. Да, благодаря этому поиску можно составлять тематические списки, и даже делать выставки библиотеки, причем это будут новейшие издания. Тем более, что библиотеки, в принципе, вообще очень для них это и интересная, и полезная, и любимая история. Это вот всевозможных тематических списков, которые можно и под дату сделать, и под какое-то событие, или под то, что происходит, какое-то мероприятие в библиотеке. А отсканированные действительно в хорошем разрешении, в хорошем качестве обложки, в принципе, могут дать вам возможность даже и распечатать, чтобы как-то визуально сопроводить вашу выставку или ваше мероприятие. Да, то есть это очень-очень полезный ресурс. Сами пользуемся и всем рекомендуем. Но этим не ограничивается деятельность ресурса Библиогид. У нас еще есть большой раздел книги, большой и разнообразный, где можно найти подробные аннотации. То есть если в каталоге мы помещаем краткие аннотации, информирующие о содержании книги и о каких-то особенностях этой книги, то подробно уже идет рассказ, более подробный рассказ о самой книге, о содержании и об авторе. Если, например, об этом авторе у нас есть статья на сайте про детлит, то там обязательно будет ссылка, можно прямо из этой статьи перейти на энциклопедию детской литературы и прочитать об этом авторе побольше. Это очень важно в том случае, если книжка написана современным автором, о котором широкая публика может еще мало что знать. То есть можно, если книжка понравилась, можно прочитать об этом авторе, а в статье на про детлите всегда есть библиография, и взять какие-то другие же книжки этого автора. Ну или же найти эти книжки через поиск по каталогу. О рубриках, разделах книги, я думаю, Наталья побольше расскажет. Ну, собственно говоря, там следующее, это вот как раз рубрика тематические обзоры. И здесь у нас материалы очень разного характера. Допустим, это могут быть книги действительно одного автора, или это наоборот книги на какую-то тему, или это, например, книги, объединенные одним иллюстратором, и так далее. И еще, ну, очень сложно, конечно, говорить вот так вот, не показывая этот сайт, но тем не менее, если вы зайдете и посмотрите, вы увидите, что помимо рубрик есть еще и прописаны хэштеги. Ясно, что во время там, не знаю, творческого поиска или каких-то там рождаются какие-то идеи, и чтобы вот не увеличивать количество рубрик, мы решили, что мы будем, допустим, какие-то серии материалов, мы будем присваивать ей хэштег, например, да, и чтобы потом можно было по этому хэштегу, собственно, собрать все материалы на эту тему. И там есть действительно очень интересные подборки, допустим, про иллюстраторов, да, по хэштегу вернисаж, как понятно, вы увидите замечательные статьи, хорошо иллюстрированные про разных иллюстраторов, современных или несовременных, или, например, есть очень интересная статья про Мойдадыра, да, про всех иллюстраторов, которые там иллюстрируют эту книгу уже там почти сто лет, вот, и можно будет просто вот увидеть, как трансформировался сам этот образ героя. Ну, и на самом деле, действительно, там на сайте много разного такого, можно зайти посмотреть, есть, например, хэштег «Свое мнение», где мы обратились уже к подросткам и предложили им написать какие-то небольшие рецензии на, допустим, вот одну книгу. Мы давали им книгу, они ее читали и, соответственно, дальше, значит, писали свои рецензии. И здесь, в этой рубрике, мы представляли, старались представить, во всяком случае, диаметрально противоположные взгляды, то есть категорически понравилось или категорически не понравилось. Есть еще большая рубрика «Актуальный разговор». Здесь мы публикуем интервью с писателями, иллюстраторами, с литературными критиками. У нас есть даже, допустим, с учителем, где мы разговариваем по поводу программы литературы в школе. Или там с теми же подростками спрашиваем их, что им нравится, что не нравится. Ну, в общем, рубрика достаточно насыщенная. Заходите, читайте, смотрите. Там действительно много всего разного. Мы публикуем там и репортажи с каких-то больших книжных и литературных мероприятий. То есть сайт достаточно информативен. И статьи, например, о книгах мы стараемся делать не очень большими, чтобы можно было утром… Статьи у нас появляются почти каждый день. Ну, чтобы можно было действительно утром начать с небольшой статьи «Приятные о хорошей книге». Так что, в общем, заходите, будете в курсе, собственно говоря, новинок книжного рынка детских. И еще эти статьи прекрасно иллюстрированы обычно. Да, да. Если книга иллюстрирована, то мы, конечно, стараемся и в статье обязательно показать эти иллюстрации, чтобы читатели могли представить, какая это книга, как хорошо она сделана. Ну и опять-таки такой вспомогательный материал для, например, проведения какого-то мероприятия или даже для создания выставки. Потому что они действительно там сделаны как бы хорошо и в хорошем разрешении. Да, у нас еще есть такие хэштеги, как, например, «Шпаргалка номер пять». Там на разные темы собраны познавательные книжки, которые в помощь школьникам в первую очередь. Они веселые и познавательные. По математике, по ботанике, по химии, по-моему, тоже было уже. Вот. Еще есть рубрика про стихи, где собраны материалы про современную детскую поэзию. Не только современную детскую поэзию. Вот те статьи, которые публиковались на библиогиде. Есть замечательная рубрика «Читая страны». Да, здесь мы стараемся знакомить наших читателей с писателями и книгами разных стран. Там у нас есть статья про Чехословакию, про Турцию. Сейчас уже вышла, по-моему, Аргентина. Да, вышла уже, да. Ну, вот. И Китай еще была. Китай, да. Китай был, да. Вот. Ну, нам как-то кажется это, в общем, достаточно интересным, да, показывать книги и писателей разных стран. Поэтому я думаю, что мы еще вот, ну, как-то будем продолжать, соответственно, эту подрубрику. Так, а, наверное, еще про скоро книгу надо сказать немножко. Да. Это, кстати, важный момент, действительно, да. Значит, у нас, так как мы знакомы и дружим со многими издательствами, у нас есть возможность каждую пятницу публиковать на библиогиде материал о книге, которая еще не вышла из печати, но уже готова. И вот-вот-вот, скоро-скоро появится в книжных магазинах. И здесь мы даем не только небольшую аннотацию или какую-то информацию о писателе этой книге, но и имеем возможность дать даже небольшой отрывочек, собственно говоря, из этой книги. С тем, чтобы, ну, читатель совсем прям мог погрузиться в книжку и решить, насколько она там ему интересна или нравится и так далее. Вот. Да, материал этот выходит у нас каждую пятницу. Так и называется. Скоро книга. Да. Ну, мне кажется, вот мы максимально подробно рассказали про наш рекомендательный ресурс библиогид. Осталось только зайти и уже посмотреть все на месте. Да. Значит, сайт Продетлиц существует с 2019 года. то есть ему уже три года, вот, но за три года он стал, не побоюсь этого слова, вот, авторитетным ресурсом, им активно пользуется, там большое количество заходов. Вот. Но это, конечно, благодаря тому, что все эти статьи, все статьи, во-первых, проходят научное редактирование, и вся информация проверяется, и каждая статья дополнена таким хорошим справочным аппаратом. То есть это Википедия, Википедия, безусловно, прекрасна, но, во-первых, там есть не все, многие современные авторы туда, естественно, пока еще не попали, вот, и, во-вторых, Википедия достаточно своеобразно редактируется, то есть полностью рассчитывать на то, что вся информация там проверена, нельзя, то есть можно взять оттуда информацию, но непременно ее нужно проверить. Вот, поэтому сайт Prodict.lead проходит научную редактуру, структура статьи тоже была разработана с привлечением специалистов по детской литературе, в частности, профессора Рожзамасцевой, вот, которая дала нам много полезных и важных советов, вот, и статья состоит из биографии автора, вот, и просто его биографии, творческой биографии, статья обязательно проиллюстрирована фотографиями, особенно это касается современных авторов, у РГДБ огромная база фотографий и видео, вот, для некоторых, в некоторых статьях тоже есть и видео, то есть можно не только посмотреть на автора, но и, значит, но и его послушать. Вот, у каждой статьи есть библиография, ну, естественно, для классиков это библиография сокращенная, для современных авторов как можно более полная, то есть вот все, ну, при составлении библиографии мы делали акцент на фонд РГДБ, конечно, в первую очередь, то есть большую часть книг, которые там упомянуты, можно взять и посмотреть в РГДБ, если эта книга находится в фонде другой библиотеки, то мы эту книгу там, мы это указываем в скобочках, кроме того, есть очень важный раздел о жизни статей и книг, ну, это если касается классиков, вот, об авторе, ну, для классиков уровня Чуковского, естественно, всю библиографию привести невозможно, потому что она занимает уже огромные, огромные, значит, в конце 90-х вышла уже толстая книжка, посвященная библиографии Чуковского, а с тех пор уже прошло больше 20 лет, и наверняка эта библиография еще больше разрослась, конечно, для классиков такого уровня все это дается в сокращенном виде, но у таких классиков, как правило, есть сайт, на котором эту информацию тоже можно найти, вот, но в самом начале основным приоритетом работы про детлита была именно современная детская литература, то есть, вот мы старались разместить там информацию о современных детских поэтах и писателях и, конечно же, художниках, вот, на сайте несколько разделов, это писатели, это иллюстраторы, переводчики там есть также, есть премии и есть издательство, и в каждом разделе собрана актуальная проверенная информация, которой можно пользоваться всячески, да, в статье об авторе также еще кроме, кроме, значит, книг автора и книг и статей об авторе также размещается информация о премиях, которую этот автор получил. получил. Вот, что-то еще добавить? Нет, ну, основное, конечно, надо зайти и посмотреть, да, как, собственно, устроен этот сайт. Единственное, что, да, хочу, наверное, отметить, что, например, в статьях об иллюстраторах, особенно о современных, так как мы проводим огромное количество, да, выставок, у нас есть возможность работать с самими иллюстраторами или, например, с наследниками, иногда нам дают какие-то, я бы сказала, эксклюзивные, да, там работы, и мы можем вот этими работами снабдить свои статьи. То есть даже с этой точки зрения они, в общем, очень интересны. Завершая нашу беседу, хочется еще такой вопрос вам задать. Вы назвали очень много ценных ресурсов и довольно-таки разных, конечно, по своему содержанию, по характеру, и у тех, кто к этим ресурсам обращается, конечно, может быть разный вопрос, запрос, если это родитель или если это профессионал, может быть, вы могли бы подсказать, вот на ваш взгляд, на какие ресурсы стоит особое внимание обратить профессионалу, например, а какие вот могли бы быть более понятны, удобны для родителя. Ну, такая вот рекомендация. Я бы сказала, на самом деле, что и родителям, да, я посоветовала бы прежде всего обращать свое внимание на авторитетные все-таки источники. В большей степени это все-таки источники и сайты библиотек. Дальше есть вот, ну, папмамбук, собственно говоря, хорошо известен, действительно, очень хороший, проверенный, такой авторитетный источник, хотя и не библиотечный. Есть интересные, например, блоги уже, допустим, писатель. Дарья Дацук ведет свой блог. Но в любом случае вы должны как бы понимать, есть сайт, ресурс, над которым трудится коллектив авторов, а есть, например, все-таки там личный блог, где действительно могут, ну, как-то, видны какие-то пристрастия самого автора, они могут, естественно, не совпадать с вами. Вот. В любом случае я бы все-таки рекомендовала какие-то, ну, действительно проверенные библиотечные ресурсы, сайты и так далее. В большей степени, чем какие-то личные, наверное, блоги или предпочтения. Да, я абсолютно согласна, да, потому что, конечно, могут быть разные пристрастия, и когда над рекомендательным списком или над составом и наполнением сайта работает коллектив авторов, когда книга проходит многоступенчатую экспертную оценку, то это, безусловно, уменьшает более объективный оценок. Это не значит, что книга, например, вам точно понравится. Безусловно. Но просто описание и оценка этой книги будет более объективной, чем если, например, это чей-то авторский блок, потому что здесь, конечно, важно восприятие, собственно говоря, этого человека, и здесь мы можем не совпасть с вами, например. Собственно, авторские блоги, они тем и хороши, что там есть именно этот личный момент, что вот человек прочел и рекомендует. Если вам нравится, как пишет этот блогер, если там нравится взгляд на мир, взгляд на детскую литературу, то, конечно же, безусловно, этим можно пользоваться. Ну что, на этом наша дискуссия подходит к концу. Надеемся, что ресурсы, которые были названы в нашей беседе, будут полезны вам в вашей работе и жизни. И спасибо за внимание. Спасибо, до свидания. До свидания.